Братья, я буду читать из книги Бытие, 11 глава. С первого стиха буду читать. Книга Бытие, 11 глава, с первого стиха. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассел их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассел их Господь по всей земле. Братья, я что хочу сказать вначале. Ну сам принцип наших рассуждений. Если возникнет вопрос, и вам захочется во время беседы задать его, можете поднять руку, дадим возможность. Если в конце, то тогда уже записку напишите. Значит, что, друзья, хочу сказать. Как я вот эту тему, и какая будет тема, и как она увязывается вот с нашими рассуждениями, которые уже были. Друзья, у меня тема рассуждений о разобщении, причины разобщения. Или причины отсутствия взаимопонимания. Как мы увязываем вот с общей нашей темой, я скажу, друзья. Написано, несколько раз, похоже, уже звучал этот текст. Кузнец ободряет плавильщика. Друзья, для успешной работы и успешного служения необходимо ободрение. Но ободрение тогда имеет силу или имеет место, когда мы имеем способность друг друга понимать. Кузнец плавильщика тогда ободряет, если они одно целое. Если у них сердца друг к другу тянутся. Но если между ними разобщение, тогда ободрения не будет. Ну, посмотрите, друзья, примеры. Вот апостол Павел прибыл в Рим. Тамошние братья, они вышли навстречу. Почему вышли навстречу? Потому что сердце тянулось к этому человеку. Они вышли навстречу к братьям. И когда встречаются те, у которых сердца друг к другу тянутся, тогда происходит взаимное ободрение, даже от того, что они видят друг друга просто. Там не было каких-то слов ободряющих. Но встретились люди. И Павел только увидел их, он возблагодарил Бога и ободрился. Друзья, когда друзья вместе, они ободряют друг друга, кузнец и плавильщик. Но если между друзьями произошло разобщение, будет происходить ободрение или нет? Наоборот, разобщение, оно производит уныние, производит огорчение. Ну посмотрите, друзья, вот Павел и Варнава, между ними произошло разобщение, да, по определенным вопросам. И это разобщение произвело огорчение. Но я не хочу говорить о результатах, ну скажем, на несколько лет вперед, как оно там уже получилось. Друзья, но когда нет взаимопонимания, когда происходит разобщение, это больше производит уныние. И поэтому вот говоря о разобщении или о неспособности понимать друг друга, друзья, это для нас будет предостережение, чтобы мы проверяли нашу жизнь. Вот, по какой причине мы теряем способность помочь товарищу, подать руку помощи, сказать доброе слово, и чтобы это доброе слово возымело действие. Если мое сердце не расположено к вам, а я буду говорить хорошие слова ободрения, эти слова, они не будут иметь успех, не будут хороших результатов. Друзья, по причине непонимания и в древности, и в современной церкви, или в семье происходили большие трудности. Ну, например, я буду и из жизни, и из Библии примеры приводить. Почему Моисей оказался в земле Мадиамской? Ну, мне сказали беседа, поэтому я иногда вопросы буду задать. Почему Моисей оказался в земле Мадиамской? Ну, мы можем ответить так, ну, например, Бог так решил. И это всегда правильно будет, братья. Бог решил, и это всегда правильно. Вот, но есть, были внешние причины для того, чтобы Моисей оказался в земле Мадиамской. Хотя, друзья, знаете как, вот, ну, можно о земле Мадиамской, время Моисея, ну, сказать в двух предложениях. А что за этим стоит? А за этим стоит 40 лет очень тяжелой жизни. Ну, представьте себе, пас скот. Нам иногда кажется, ну, а скот пасти хорошо, сел под деревом. Вот, животные, скажем, щипают траву и любовался животными. Друзья, я живу на Кавказе, и у нас бывает страшно жарко. Ну, например, я вчера сюда выехал, было 7 часов вечера. Вот температура в 7 часов вечера была плюс 29. А днем она была выше 30, это в октябре. А представьте, как в июле, да? А земля Мадиамская, это не Кавказ. Я вот был в горах, вот, ну, прошедшим летом, да? И я скажу, друзья, просто невозможно где-то найти, укрыться от солнца. Просто невозможно найти. Вот, и очень трудно. И поэтому, друзья, Моисей 40 лет пас скот, это был очень трудный отрезок времени. А какая была причина? Хорошо, сказал Стефан, не поняли его братья. Вот была причина, не поняли его братья. И он убежал от непонимания или по причине непонимания. И 40 лет пас скот. Мы говорим, это был Божий план. Да, это был Божий план. Но, тем не менее, друзья, определенные трудности, согласно Божию плану, они происходят по причине, происходит по причине наших неправильных отношений, бывает. Вот. И чего-то можно было бы избежать. Хотя воспитательная Божья рука, она все равно была бы над нами, но, возможно, другими методами или в других условиях. Друзья, по причине непонимания бывает очень большие трудности в семьях. И среди неверующих разводы происходят очень много. Чаще, потому что сошлись два противоположных характера, не понимают, но они решают вопрос, свою проблему разводом. Друзья, непонимание бывает и в христианских семьях, когда семейная жизнь становится просто тяжким временем. По причине непонимания, бывает, хорошие люди могли бы трудиться в церкви, они не могут труд совершать, потому что непонимание создаёт трудности очень большие. Друзья, я буду держаться только прочитанного отрывка, я никуда не буду за пределы, разве что только примеры буду приводить библейские из других текстов. Но будем держаться вот этого отрывка. Братья, люди перестали понимать друг друга. Написано, один не понимал, речи другого. Это была причина или следствие чего-либо, как вы понимаете? Это было следствие, виновен ли был в этом человек. Или, ну как я вначале сказал, Бог так решил. Бог решил, чтобы было много племён, Бог решил, чтобы были разные страны, и чтобы люди не понимали. Да, решил Бог. Принял решение Бог. Бог сказал, сойдём и смешаем язык. Бог сказал, была ли вина в этом людей? Была вина людей. В чём была вина людей, друзья? Я буду читать последовательно. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обважём огнём. И стали у них кирпичи вместо камней, и земля нас смыла вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели растимся по лицу всей земли. То есть, а какая была причина этой затеи? Написано, сделаем себе имя. Вот это, братья, одна из главнейших причин, когда люди теряют друг друга. Ну, в смысле, теряют способность понимать, и теряют друг друга. Это гордость. Сделаем себе имя. Вот была причина всего. Все это и затеи, и последствия. Это гордость. По причине гордости происходит очень много проблем. Каких проблем? Самые близкие люди становятся очень далёкими. Ну, например, Саул и Давид. Близкие люди, в чём их близость? Ну, во-первых, Давид Саула много помог. В чём, скажу. Злой дух нападал на Саула, и не знали, что делать. И рассудили, приняли решение. Человек будет играть на гуслях, и царю будет становиться лучше. И такого человека нашли. Друзья, ситуация была очень тяжёлая, почти тупиковая. Но с похожими проблемами мы встречаемся. Братья, согласитесь, вот для служителей, у нас бывают ситуации, когда мы не знаем, что делать. Вот, ну, в похожих. Скажем, там бесноватый. Нет, мы знаем, как технику проводить, ту или другую, но мы не видим результат. Или, скажем, исцеление больных, или ещё что-нибудь. Или бывает в каком-то, ну, практическом вопросе, не связанном там с бесами или с болезнями, мы не знаем, что делать бывает. И вот, похоже, было у Саула. И проблема решилась. Хотя не сто процентов, но проблема решилась. Очень трудно было, когда Голиаф выступал. Похвалялся. И только при виде его, воины израильские разбегались. А Саул царь и полководец. Братья, он не знал, что делать. Вы помните, сколько дней похвалялся Голиаф? Тридцать дней, месяц он похвалялся. И Саул не знал, что делать. Если бы он знал, что делать, на второй, на третий день проблема была бы решена. Он не знал, что делать. Кто выйдет сразиться с этим человеком? Никто не хочет. Ну, кто должен был бы? Ну, может быть, сам Саул. Он был выше на голову всего Израиля. Можно было бы пойти ему. Он боялся. Он не видел в себе силы. Он не знал, что делать. Выступил Давид. Саул мало верил в победу Давида. Но это был выход. Какой-то выход. И проблема была решена. Так, братья, Давид был оруженосец Саула. Ну, царь и оруженосец – это два близких человека. Давид был его зять. Был его зять. И вот девушки поют. Саул поражал тысячи, а Давид – десятки тысяч. И Саул стало прискорбным. Хотя, братья, он правда услышал. Нет, это девушки не выдумали. Он услышал правду. И можно было бы порадоваться. Но я скажу, братья, вот если, например, у меня сын имеет какой-то успех. И об этом кто-то вслух говорит. Но я не обостряюсь. Мой сын. Обычно отец радуется за сына. Даже если сын превосходит своего отца. И, в принципе, зять царя, Саул мог бы порадоваться. Как хорошо, что мне такой зять, который поражает десятки тысяч. Да, оруженосец стал начальником войска. Как хорошо. Но ему стало прискорбно, братья, и до такой степени, что он преследовал близкого в прошлом ему человека. Это я привожу пример. Когда гордость разрушает отношения и близких людей делает далекими. Он несколько раз бросал в Давида копье с намерением его убить. Иногда у него происходило пробуждение. Ну, например, когда Давид отрезал кусочек от одежды Саула и показал ему этот лоскут. И тогда Саул плакал и говорил, ты проверь от меня. И я знаю, что ты будешь царем. Вроде бы сокрушался. Казалось, мир теперь наступит. Но он продолжал преследовать. Потому что гордость не давала ему покоя. Я скажу, братья, гордость, она производит большие проблемы в церкви даже. Ну, вот посмотрите. В Каринфской церкви были разногласия. Павел пишет, между вами есть разделение, чему я отчасти верю. Братья, какая причина была разделений? Тоже гордость. Один говорил, я Павлов. Другой говорил, я Полосов. Я Кифин. То есть, посмотрите, чьи имена употребляют эти люди. Имена известных служителей. Я Павлов, я Полосов. Мы не встречаем имя какого-то неизвестного брата. Но кто-то кого-то покрестил и все. Вот. Люди даже горделись тем, от кого они уверовали. Они чувствовали свое превосходство. Ну, так бывает и сегодня. Ну, например, знаете. Вот иногда от верующих слышишь. А меня крестил вот такой брат. Ну, из известных людей. Он гордится тем, что его крестил, ну, скажем, человек, о котором там журналы пишут. Или, скажем, там портреты и все прочее. Даже этим гордится. А меня сочитывал вот такой-то человек. Братья, гордость, она проникает и в церковь, вот, и производит разобщение в церквах, бывает. Гордость проникает, бывает, в среду служителей. Даже, я, братья, скажу, вот, мне одно из пожеланий сказали, вот, когда на съезде решался вопрос в Крусове этой церкви, кто будет ответственным, да? Я, первое пожелание мне сказали, чтобы ты не гордился. Вот. А это и правильно, братья, это и правильно. Потому что наиболее уязвимое место бывает, может, не наиболее, но очень уязвимое, это вопрос гордости. Это вопрос гордости. И отсюда бывают проблемы очень большие, но, которых мы знаем, что первый грех, вот, во Вселенной, это был гордость. Первый грех на планете, это небослушание, да? А первый грех во Вселенной, это гордость. От красоты твоей возгорделось сердце твое. И грех, гордость, друзья, это очень распространенный. Вот было сегодня сказано, что люди будут самолюбивые. Друзья, самолюбие, это тоже связано с гордостью. Друзья, по причине гордости очень большие проблемы бывают в семье. Ну вот, один пример приведу, библейский пример. Это Артаксеркс и царица Астинь. Я, братья, вам признаюсь, мне чем-то нравятся и Артаксеркс, и Астинь. И я вам скажу, чем. Вот у Артаксеркса вижу очень многие поступки разумные. Ясные, трезвые, разумные поступки. Вот Астинь, друзья, я вам скажу, что привлекает в Астинь. Ну, внешность ее, хотя мы не видели, но о ней сказано, что очень красивая была женщина. Вроде привлекает. И даже, знаете, вот социалистическое воспитание, оно в нас вложило, вот на протяжении тех лет, вот школы, или кто-то после школы учился. Вот ее поступок. Царь говорит, позовите царицу Астинь, хочу показать ее красоту. И она отказывается. Отчего? Отказывается показать свою красоту людям, да? Вот. Ну, в каком-то смысле, кажется, этот поступок вызывает уважение. И тем не менее, братья, я скажу, что вот гордость Артаксеркса натолкнулась на гордость Астинь. Два гордых человека оказались мужем и женой. Ни в коем случае нельзя одобрить поступок царицы, которая отказалась покориться своему мужу. Это было дерзко, это была гордость. И трудность еще создавалась, знаете, чем? Что когда царь сказал, позовите царицу, люди пошли, царица отказалась прийти и объявляет вслух, не на ухо царю. Мне кажется, если бы на ухо сказали, мудрый человек, он бы как-то, ну, вышел бы из положения. Объявили вслух. Царица сказала, не пойду. Ну, задетое самолюбие, вот, срочно совещание, как поступить. И слуги рассуждают, что если все женщины узнают, как она поступила, все будут так поступать. Вот, лишите царского достоинства. Ну, и лишили царского достоинства. Ну, и так дальше, братья. То есть, разрушилась семья. Ну, и потом отсюда последующие трудности и проблемы. Братья, и я скажу, так же точно бывает и в семьях. Когда какой-то конфликт. И бывает, знаете, я вот встречал, что бывает неделю не разговаривают. Разговаривают. Каждый ожидает, что тот должен прощения попросить. И каждый, бывает, осознает свою вину не очень, но чуть-чуть. Но его вина больше. Или ее вина больше. И вот неделю молчали. И уже безвыходность. Ну, так же жить нельзя. Сейчас придет вечеря и всем обнаружится. Давай позовем служителя. Вот оно как идет. Вот. Хотя все может решаться намного проще. Намного проще. Поэтому, братья, причина непонимания и разобщения, одна из наиболее распространенных, это сделаем себе имя. Эту гордость. У нас в церкви был один случай. Он впоследствии трагическим стал. Уверовал один брат. Уверовал в тюрьме. Третья судимость у него была. Встретился с верующим, покаялся, освободился. И у нас в церкви он принял крещение. И я скажу, друзья, что этот человек был для меня очень близкий человек. Потому что, знаете, негде было ему жить. Но он бездомный. И, ну, когда некуда, тогда служителей брать приходится. Я скажу, друзья, мне было... Один ребенок у меня был где-то домовский. Потом второго надо было поселить. И некуда. И у меня он оказался. И так же с этим Гера его звали. Георгий, но его звали Гера. Это был шаг не очень разумный, потому что он был мой ровесник, этот брат. И внешность у него была... Он меня превосходил намного и по силе, и по телосложению, и по внешности. Но никто не захотел брать, и он у меня прожил два года. Мы с ним очень дружили, друзья. И он был очень способный. Он у нас за короткое время стал ответственным за благовестие. Он хорошо проповедовал, много читал. Вот. И был ответственным за благовестие. Долго не женился. Десять лет он не женился. А потом уверовала нас одна женщина. Она из Москвы. Тоже высокая и красивая. И тоже искренне уверовала. Искренне. И вот они решили вступить в брак. У меня тревога была очень большая. Но, тем не менее, хотя необъяснимая тревога, они вступили в брак. И вы знаете, друзья, вот получилось так, как я сказал. Встретились два гордых человека в одном доме. Я Гере однажды сказал, он говорит, когда жена ему перестала покоряться, она уже на браке проявила непослушание. И он мне потом говорит, говорит, я в зону на вороных заезжал, и мне женщина не покоряется. Ну и попытался заставить, а заставить не получилось. Тем более, что она в Москве продала квартиру, она москвичка была, и поселилась у нас, купила дом хороший. И он уже у нее в доме живет. А я ему говорил, Гера, а Гера дом строил. Я говорю, Гера, лучше дострой свой дом, пусть она свой продаст, и живите в твоем. Ну, мы уже по опыту чуть ориентировались. И я ему говорю, и живите в твоем доме. Он поступил неоплошенность, допустил, продал свой дом, и жили у него в доме. И первый конфликт, на навещанной улице Раски, дверь на ключ, и все. И вы знаете, друзья, насколько этого человека знал весь Краснодарский край, как благовестника хорошего. А теперь в семье пошли ссоры. Помирились, опять вместе живут. Как конфликт, вещи на улице. Взяли на замечания обоих. Сначала отстранили от служения, потом взяли на замечания, потом отлучили. Иногда приходят в церковь, каются. Ну, мы не принимаем, не принимали. Вот, каются, проходит время, расходятся. Опять приходят, плачут. Прямо вдвоем выходят, каются, опять не живут вместе. Вот, а потом однажды в 12 часов ночи звонок по телефону. Жена Геры, Нина ее звали. Кричит в трубку. Коля, Герка, умер. В возрасте 45 лет. Не знаю от чего, или от переживания, что это сердце остановилось и умер. И все. И жизнь, а почему я сказал, что история стала трагической? Вот такая жизнь. А потом она одинокая, вот кается, опять мир, а потом харизма там ушла, и все. И вот такой конец. Гордость. Гордость. Хотя близкие очень были и любили друг друга, но гордость производила непонимание, разобщение и плохой конец. Ну, мы можем сказать, что, ну, мы люди духовные, вот, много здесь служителей, вот, может, половина даже. И нас это не касается. Братья, приведу вот пример из Библии. Когда ученики пришли в Капернаум, Христос спрашивает, о чем вы дорогой рассуждали? Они молчали, да? Они молчали, потому что стыдно было признаться. О чем рассуждали? Они рассуждали, кто из них больше. Друзья, и я думаю, думаю, что если в среду апостолов проникало это искушение, кто из них больше, тем более может проникать в наше сердце. Кто больше? Хотя, знаете, братья, чтобы рассуждать, вот, братья-служители рассуждают, кто из них больше, да? Трудно представить, да? Братья, даже на уровне мыслей. Павел пишет, думайте о себе скромно. Незначительное повышение в церкви, и я скажу, и уже гордость может проникнуть. Мне поручили, а ему не поручили. Или ему поручили, а мне не поручили, и у меня, как у Саула. Саул поражал тысячи, а Давид десятки тысячи. Ему дали десятки тысяч, а мне только тысячи, Саул сказал, да? А никто ему не давал. Кто ему давал? Просто констатировали факт, что Давид был более успешный военачальник, чем Саул, и все. А девушки здесь при чем? Ему дали десятки тысяч, а мне только тысячи. И проникло огорчение. Поэтому, братья, очень сильно мы должны беречь себя от того положения, как здесь написано. Наделаем кирпичей и построим башню. И сделаем себе имя. Прежде, нежели рассеемся по лицу земли. И поэтому, для того, чтобы иметь единодушие, единомыслие, чтобы иметь общность, чтобы радоваться, когда мы вместе, как в одной песне поется, я найду утешение только в братском общении, да? Вот это возможно, друзья, при наличии смирения. При наличии смирения. Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если будем идти путем смирения, Бог будет с нами. Он будет нам благодать давать. Если будем гордиться, то Бог будет нашим противником. Лишение Божьей благодати, лишение благословения, ну и все, что за этим следует. Поэтому, пускай нас Господь благословит, друзья, чтобы, подражая Иисусу Христу, мы путем смирения шли. Один библейский пример еще приведу, вот к чему гордость сможет приводить. Это Ахитофил. Вот. Совет Хусия и совет Ахитофилы. Как вы думаете, братья, чей совет все-таки был более разумный? Совет Ахитофилы или Хусия? Совет Ахитофилы. Хусий сказал, мы веревки сделаем, вот город и в речку стащим. Ну, это вообще не смыслится какая-то, да? Вот. А Бог так сделал, что Ависалом сказал, совет Хусия лучше, чем совет Ахитофилы. И представьте себе, друзья, Ахитофил не выдержал то, что его совет не был принят. И пошел, и повесился. Вот до какого безумия доходит. То есть, поморочение в разуме, друзья, гордость может приводить просто к поморочению разума. Вот так это здесь мы читаем. Братья, еще вот на что хочу внимание обратить. Дальше буду читать. Здесь же то, что уже прочитано, четвертый стих. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес. Это недостаток мудрости. Ну, если бы более резко выражаться, то это глупость или безумие. Башню высотой до небес не построишь. А эти люди сказали, построим башню высотой до небес. Ну, чтобы сделать себе имя. Хотя, я допускаю, друзья, что в этих словах они предусматривали гиперболу, в смысле преувеличение. Вот, тем не менее, друзья, это был безумный поступок. Написано, у кого недостаток мудрости, допросит у Бога. Дающего всем просто без упреков и дастся ему. Друзья, вот я здесь немножко хочу по этому поводу несколько порассуждать. Вот, разумный подход к делу. Написана книга-притча, 4 глава, 26 стих. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои добудут твердые». То есть, братья, для того, чтобы пути наши были твердые, Писание советует, обдумай стезю для ноги твоей. То есть, куда поставить ногу, подумай. И пути твои добудут твердые. Или, знаете, как Христос учил, если ты хочешь построить башню, то сначала посчитай. Сядь и посчитай, хватит ли у тебя ресурсов, чтобы построить. Ну, там, кирпичи, деньги, посчитай. Или, если на тебя царь пошел с войной, вот, то ты сначала подумай, сколько войска у него и сколько у тебя. Может, тебе лучше пойти мир просить. Вот и так дальше. Ну, вот эта сторона. То есть, братья, я здесь что хочу сказать? Хотя, я хочу равновесие все-таки выводить. Вера и вот разумный подход к делу. Очень полезно для того, чтобы мы какое-то предприятие замышляем, ну, подумать, насколько у нас хватит ресурсов это сделать. Ну, я имею в виду, даже, ну, внутренних ресурсов. Или буквально физических. Есть такая русская пословица. Семь раз отмерь, один раз отрежь. То есть, хорошо подумать. Я, братья, это вот к моей теме хочу сказать. Сколько в моей жизни было, что я что-то сказал и тут же пожалел. У вас было так или нет? Ну, вот, например, решается какой-то вопрос, ну, в каком-то месте, важный очень. И у меня аж внутренность кипитет. Если сейчас не скажу, все пропало. А когда внутренность кипит, разум, я, братья, я сразу скажу, разум работает слабо. Когда внутренность волнуется, разум слабо работает. И вы знаете, братья, я поднимаю руку и сказал. И тут же пожалел, братья. Тут же, у меня в совете церкви такое было. Серьезные вопросы решались. И я сказал и пожалел через одну секунду после, как сказал. И потом жалел, и жалел, и жалею до сих пор. Жалею до сих пор. И я для себя вывод важный сделал. Когда внутренность волнуется и кипит. Вот если я не скажу, то сейчас все дело пропадет. Больше никто не скажет. И мы тут же жалели. Или спешили что-то сделать. Ах, скорее надо вот пока. И спешили, и потом жалели. Когда мы делали ошибки. И потом Писание говорит, а ты обдумай. Есть две вещи, братья. Подумать и посоветоваться. Посоветоваться. Написано, при множестве советов предприятие состоится. Я немножко по одному и по другому скажу. Ну, один пример буквально. Насчет семь раз отмерить. Делали мы у одного брата ремонт. Уверовал один брат пожилой. Звали его Николай Митрофанович. В 70 лет он уверовал. И по складу характера был очень щепетильный. Ну, знаете, говорят, до вредности. В смысле, очень скрупулезно. Вот что-то делать, это сверхстарательный человек. И вот попросил сделать ремонт. И бабушка у него такая точно. И нужно было подбить потолок ДВП. Раньше гипсокартона не было. Это еще в то время ДВП. Ну, и мы втроем взялись подбить ДВП. И он сделал четыре плинтуса. И плинтус стругал рубанком. Фигурный рубанок стругал рубанком. И сделал так, чтобы плинтус как раз от угла до угла хватало. Стыковать он это не признавал, чтобы застыковать эту доску. Только должен быть цельный. И вот он, наверное, недели две-три стругал эти четыре плинтуса. И теперь мы их должны прибить. И на беду мне надо было отлучиться. В магазин купить какие-то там шурупы. И я говорю, Александр, Николай Митрофанович сверхщепетельный. Хорошо замеряй. И потом отрежешь. Но отрежь так, чтобы, не дай бог, короче не получилось. А он говорит, не учи меня, я плотник и стволер. А я шофер, братья, я был шофер. Не учи меня, говорит. Ну, я уехал. Я уехал. Приезжаю. Он отрезал четыре плинтуса. И теперь прибивать. И мы прикладываем, и метр не хватает. Ошибся на метр. Ну, братья, я скажу, Николай Митрофанович заплакал. Но кто-то потом скажет, так ему и надо, чтобы не было вредно. А я, братья, ну, я допускаю, что это воспитательная мера для него. Но для нас в первую очередь. Для нас. Вот так вот сказал, не учи меня. Да и мы так говорили, братья. Может, не говорили, а думали так. Что ты меня учишь, я лучше тебя в этом разбираюсь. Вот. А потом видели наши ошибки. Потом видели ошибки. Вот. И, безусловно, мы не правы бываем. Когда у нас более легкий, более поверхностный подход к делу. И, кстати, друзья, вот эти две вещи, первая и вторая, которые я сейчас говорю, они бывают рядышком. Не учи меня, я не глупее тебя. Но мы подразумеваем, что я умней. Так же, да? Когда мы думаем, что я не глупей, мы подразумеваем, что ты глупей. Так. Эти две вещи, они рядышком, как два близнеца. И потом бывает плохо, братья. Потом бывает плохо. Вот. Очень хорошо, если мы имеем способность советоваться. Очень хорошо. Написано, при множестве советов предприятие состоится. Потому что все знать мы не можем. В бытовых вопросах кто-то умеет автомобиль починить, но не умеет закрутить шуруп. А кто-то наоборот. И так же точно в духовных вопросах. Написано, каждый имеет свое дарование. А делать, бывает, приходится все. И поэтому написано, при множестве советов предприятие состоится. Вот когда у нас еще не было в Москве дома, для совещаний. Совещания Совета Церквей проходили вот у Рыжука Василия Федосевича под мансардой там. Зал был большой. И вот там такой текст и был. Предприятие состоится при множестве советов. Даже, братья, скажу, само понимание церковный совет. Посмотрите, у нас советы, да? Братские советы в церкви. Краевой областной совет. Совет объединения. Совет церквей. Ну и так дальше. То есть, само слово совет говорит о том, что люди советуются. И мы советуемся тогда, когда осознаем свою неспособность. Когда мне нужна чья-то помощь. И мы советуемся, имея в виду поддержку. Для того, чтобы хорошо получилось. И тогда, когда мы пренебрегаем советами, братья, бывает, получается плохо. Бывает плохо. Я еще один пример приведу из жизни. Вот по этому поводу. Кстати, с этим же братом получилось. Он женился и материально трудности большие имел. Дети рождались один за другим. Жил в родительском доме. Вот, работал тяжело. Вот, а семья растет. И строиться бы надо, строиться. А денег не было. И случилось так, что еще в доперестроечные времена ему государство выделяет беспроцентную ссуду. Это не субсидия. Это значит, надо вернуть только без процентов. 56 тысяч. А я же его знаю, как в плане бытовом, что он слабоват. И я ему говорю, Александр, мой тебе совет. Купи новый дом и не надо тебе строиться. Ты купишь дом в два раза лучше, чем у меня. Я всю жизнь прожил в маленьком доме. У меня дом 6 на 9. Небольшой дом. И 10 детей выросли и благополучно. Я говорю, у тебя будет дом в два раза больше, чем у меня. Тебе хватит этих денег. Ну, он послушал и говорит, у тебя дом маленький, мне нужен дом большой. И решил построить большой дом. Сначала построил времянку бетонную. Вот такую, знаете, как крепость. С бетона и с арматурой. А потом фундамент начал копать. Смотрю, петушок проезжает с таким широким ковшом. Я подумал, зачем петушок? Смотрю, фундамент копает такой широкий и глубокий. А потом миксеры пошли с бетоном. Ну, пока фундамент залили, деньги кончились. И все. И жизнь продолжалась, братья, жизнь продолжалась. В родительском доме. И уже 7 детей, а потом уже 8 детей. И напряжение, и конфликты уже начинаются. И все такое. И прошло уже несколько лет, когда он пришел и говорит, зря я не послушал твой совет. Каюсь. Помоги чем-нибудь. Не знаю, что делать. Чем-нибудь помоги. Помолился, поплакали мы. И знаете, братья, я собрал братьев, человек 10 строителей. За неделю эту времянку бетонную переоборудовали под жилье. Убрали перегородки, там баню выкинули. И я скажу, что он до сих пор там живет. До сих пор живет. Вот что такое совет, братья. Что такое совет. Ну я скажу, что, друзья, что вот, ну в бытовых вопросах бывает, мы что-то не упускаем. Что-то у нас не получается. Где-то терпим урон. Ну не страшно, прожил жизнь труднее или легче прожил. Все равно жизнь закончится. И если эти бытовые наши ошибки не отразятся на вечности, то оно, это не так опасно. Но мы с вами духовные домостроители. Ну в чем духовные домостроители? Во-первых, семью устроим. Так же, да, семью устроим. Ошибки в устройстве семьи, вот, ну опаснее, чем ошибки в устройстве дома. Мы церковь строим. Написано, каждый должен разуметь нас, как домостроителей христовых, как служителей христовых, домостроителей тайн Божьих. В церковь строим. И представьте себе, братья, если мы ошибаемся в решении вопросов домостроительных церковных. Ну, например, покрестили невозрожденную. Как вы думаете, бывает или нет такое? Покрестили невозрожденную. Чувство такое было, что рановато или не готов, да? Но родственники просят. Или мы предвидели, что будут просить. Или мы не захотели напряжение создавать вокруг себя. Ладно, покрестили. Или бабушка говорит, а вдруг уйдет, братья, вдруг уйдет. Чтоб не ушел, давай покрестили. Покрестим. И покрестили. Ну, я не думаю, что это часто бывает, но думаю, что бывает. Или наказали, например. Наказали не объективно. Не разобрались. И наказали. Я даже, знаете, встречал, какой. Вот отлучили человека. Он два года отлученный. Я его встречаю. Приветствую. Он говорит, меня нельзя. Я отлученный. Как отлученный? Я даже удивился. Такой хороший человек отлученный. Вот. А за что же тебя отлучили? Он говорит, за блуд. Как такое? Я начинаю расспрашивать. А там вообще близкого даже не было? Ну, там был другой грех совсем. А он из мира не знает, как что называется. Говорит, я в блуд впал. Ну, его раз и отлучили за блуд. А блуда близкого даже не было. Даже не дотраивался до женщины. И два года отлученный. А я скажу, друзья, это не то, что крыша с шифера или... Черепицы покрыть, да? Это судьбы людей. Сочетали неправильно. Вот так не разобрались, сочетали. Вот. Или наоборот. Не допустили. А потом видим какие-то последствия. Поэтому, друзья, очень важно, очень важно, чтобы в делах домостроительных и бытовых тоже нам иметь духовное водительство, мудрость черпать от Бога. Чтобы Бог благословлял и руководил. Я вот братский листок взял, почитал. Вот. Не очень давно, несколько лет назад, вот там, где неделя молитвы, вступление было. И во вступлении основной текст Писания. «Научи нас так счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». О чем заботился Моисей, это слова ему принадлежат, друзья. Вот. Чтобы приобрести сердце мудрое. Управлять многочисленным народом или немногочисленным. Или Соломон заботился об этом же и так дальше. И поэтому вот здесь я, может быть, даже есть, кто еще семью не успел создать. Вот. Ну, я вижу, и молодые братья есть. А может, семейные здесь только. Друзья, впереди жизнь. У людей моего возраста и старшего, жизнь уже стремительно, как вагон с горы катится под уклон, набирает скорость, да? А у кого-то еще в гору. И впереди много разных вопросов, которые нужно будет решать. И, братья, дай нам Бог, чтобы нам не ошибаться. Или до минимума, чтобы были сведены ошибки в нашей жизни. Чтобы благодать Господня направляла нас на правильные стези, на стези правды. И Бог будет действовать. И Бог будет благословлять нас. Вот. И посылать устройство. Послание к Кремле нам написано. Будучи мудрыми, они обезумели. А еще, братья, бывает по каким-то причинам, друзья, когда мы в нашей гордости начинаем тщеславиться, написано, предал их Бог приуратному уму. И такое бывает. И поэтому, пускай нас Господь благословит, чтобы, устрояя дело Божие, мы были вводимы Духом Святым и движимы Его силой. Дальше читаю. Пятый стих и ниже. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот, что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали». Это, братья, упрямство. Посмотрите, как Бог охарактеризовал этих людей. Вот что они задумали, не отстанут. А если на каком-то этапе увидят, что делают ошибку, не отстанут они от того. Это упрямство. Братья, такое, к сожалению, бывает. Когда мы что-то делаем, и на какой-то момент мы видим, что не так. Но в своем тщеславии можем сказать, что будем до конца. Будем до конца. Бывает, что, видя ошибку, мы не готовы смириться, попросить прощения. Вот, или сказал слово, значит, мое слово будет неизменное. Что задумали, Бог сказал, не отстанут. Друзья, проблемы большие были в израильском народе по причине его упрямства. Бог сказал, у тебя лоб медный и жилы железные. И ты упрямый. Вот так и написано, и ты упрямый. И поэтому вот это, вот это, вот это будет у тебя. Потому что у тебя... Я, знаете, братья, в начале этого года посетил север, и там ненцы собрались верующие. Ну и я одну проповедь говорил, и ненец переводил, потому что большинство не понимали по-русски. И ненец переводил. И у меня в проповеди встроилось слово упрямый человек, упрямый. А он не знает, как перевести. Говорит, такого слова нету по-ненецки. Я ему поясняю, поясняю. А, он говорит, у ненцев есть такое слово, оно означает человек с толстым черепом. Я подумал, как похоже. Вот поэтому я вспомнил, что у тебя лоб медный, человек с толстым черепом, упрямый человек. И что они задумали, они от этого не отстанут. Не отстанут. Братья, мы должны быть способны уступить. Или мы способны, где необходимо отступить от сказанного слова, если я увидел, что я допустил ошибку или от сделанных действий. Обычно мы на тонкости эти вот в проповедях, и даже среди служителей редко внимание обращаем. Но я встречал ситуации, когда полезно было бы, вот, ну, просто уступить. Завтра ты приобретешь больше, если ты сегодня уступишь. Завтра приобретешь больше. Я помню, когда в первом классе еще я учился, вот в букваре у нас была такая картиночка. Два козлика встретились на мостике. И бьются. Мостик узкий, и они бьются. И потом оба упали в речку, и ножки торчат. Вот из-под водички. Вот. А потом вторая картиночка. Как нужно было поступить. Ну, это вырабатывали вот психологию мышления. Как нужно было поступить. И учитель спрашивает, дети, а как правильно? Вот узкий мостик и два козлика. И картиночка. Один козлик присел, а другой переступил и пошли. И улыбаются. Идут в разные стороны и улыбаются. Но чтобы благополучно закончилось, кто-то должен был присесть, уступить. И ситуация благополучна бывает. Братья, когда мы не способны вам уступить, теряем друг друга. Когда вот я так сказал, и все, я старше тебя, и все, делай так. И бывает, мы теряем друг друга. Я приведу пример из личной жизни, со мной связанный. Отрицательный пример. Решили мы построить дом молитвы. Ну, церковь росла, и мы уже не помещались по домам, собирались. Вот. Один раз мы в дом молитвы построили, властью пришли, хлебопреломление было, все разрушили, чашу с вином на пол столкнули. И всех братьев забрали и посадили. А когда мы освободились, семь человек, мы пришли, ровная площадка. Дом молитвы, просто ровная площадка. Они даже стройматериалы везли, все, что разрушили. Вот такое было. И прошло время, и перестройка, и у нас уже было подозрение, что может быть получится. Григорий Васильевич Костиченко говорит, мы с ним с одной церкви. Даже если два года пособираемся, и все равно, слава Богу. Ну и мы решили построить. Ну так, без документов, без ничего, столбики заковали. Вот. И мы два пресвитера в церкви. Ну я ответственный, хотя по возрасту он старше, и он меня рукопал, а фактически он старше. А юридически, как бы я старше. Вот. И мы с ним совершенно разные люди. То есть по характеру. Я вам скажу в чем. Он человек быстрый, молниеносно принимает решение и сразу начинает делать. А я человек медленный и долго думаю. Думаю, что дольше, чем я учу сейчас. И вот мы начали строить. Ну и как бы сказать, я главный архитектор, все нарисовал, начертил. И я говорю, вот так надо сделать. Значит, здесь доски, чтобы было надежно, пакли вовнутрь, стекловатый не было, еще тогда пакли набьем, вот и обошьем, и все прочее. А я говорю, раз все подталкивает меня попроще. У него попроще и быстрее, а качество страдает. Сразу скажу, братья. Ну, например, я вам, вот он попросил ванну поменять. Прогнила у него ванна. Ну, мы ванну сняли, а ванна стоит. Одна ножка на банке из-под краски перевернутая, а другая пенек. И вот так. Ну, мы посмеялись, мы сделали хорошо. А у меня ванна стояла на бетоне. И, ну, я вперед чуть-чуть. И у него прогнило, и у меня прогнило одновременно. И он нормально пользовался, и я нормально. Но у меня на бетоне, он не на банке из-под краски. Вот. И вы знаете, братья, и я вот, как в том первом случае, я отлучился, сказал, делать вот так, вот так, вот так. А он решил сэкономить и сделал не так. Сэкономил доски. Ну, естественно, в прочности чуть слабее стало. И я приехал вечером, посмотрел, и говорю, переделать. А он, да ты что, это же неразумно. Я говорю, переделать. И все. Ну, уже вечер переделать не стали. И он замолчал, и я замолчал. И я уехал домой, и он. И вы знаете, друзья, да, утром будем переделывать. И кажется, у меня сомнений не было. Но беспокойство было. Я понял, что мы поссорились. Я понял, что мы поссорились. Где-то час на стройке, мы уже ни слова друг другу не говорили. Вот. И все. И утром пораньше я поехал к нему мириться. И вы знаете, братья, я его встречаю на дороге, он ко мне идет мириться. И вот так мы встретились. Я говорю, Реорий Васильевич, простите меня, я виноват, переделывать не будем. Он говорит, будем переделывать. Ну, поскольку я, как сказать, начальник, я настоял, переделывать не стали. Вот. И вы знаете, братья, и что я скажу, мы помирились и помолились на коленях. И мы построили дом без переделки. И дом отстоял. И потом мы пристроили. И церковь пополнилась. И потом мы уже построили другой дом, а тот стоит. Мы там другие дела делаем. И я скажу, братья, церковь у нас выросла, у нас было 40 членов, сейчас 400 членов. Церковь выросла. И вот мы часто с ним ездим, сотрудничаем. В одной церкви, большая церковь, поднимается рука и говорит, один брат говорит, братья, вот я смотрю на вас, и вы такие одинаковые, как вы друг друга нашли. А мы совершенно разные. Это просто никто не знает. Никто не знает. Но для того, чтобы сотрудничать, братья, надо уступать. Надо уступать. И бывает, стоит уступить сестре или брату. Хотя я присвитил. Уступить. Даже знаете, братья, вот в Библии есть примеры, не буду приводить. Это у Иисуса Навина было, и у Иава было. Когда войско отступили, да, а потом они все, они преодолели. А потом они взяли свое, преодолели. И поэтому, братья, даже я скажу, один пример есть в Библии, который я не понимаю. Я не берусь его комментировать, только как пример расскажу. А прокомментируем каждый, кто как сумеет. Приходит Нейман к Елисею и говорит, вот теперь я понял, что настоящий Бог, это Бог Израиля. И теперь раб твой, только этому Богу будет поклоняться. Пусть позволит, я возьму земли, сколько два лошака унесут, и уйду в Сирию. Ну, я понимаю, видимо, на этой земле будет молиться. Так я это сам себе это придумал. только пусть господин простит раба своего. Если мой господин пойдет в дом ремонта для поклонения, и я с ним пойду, и при поклонении обопрется о мою руку, и я тоже поклонюсь, то пусть господин простит раба твоего. И Елисей сказал, иди с миром. Братья, вот это то, что я не понимаю. Кажется, надо было бы сказать, Боже упаси, в дом ремонта ни в коем случае ты туда не ходи. Так, а если царь? Пусть он тебе голову отрубит, но в дом ремонта не ходи. А Елисей сказал, иди с миром. Я этого не понимаю, братья. Так же, как не понимая, Павел пишет, я готов быть отлученным от Христа за братьев. Есть вещи, которых я не понимаю. Вот. Но понимаю только, для того, чтобы вместе жить, и чтобы иметь благодать от Бога, и чтобы вместе трудиться, и чтобы вместе отковывать какую-то деталь, чтобы было твердо и гвоздями укреплять, нужно быть вот так, кузнец и плавильщик, нужно быть вот так. И вместе молотками стучать, и ободрять друг друга, чего у нас часто не получается. А не получается вот по тем причинам, о которых мы здесь прочитали, братья. Очень хороший пример нам оставил Бог. Братья, вот эти три положения, давайте посмотрим у Бога. Первое положение. Будучи образом Божиим, Он не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, приняв образ раба, и сделавшись по виду, как человек. И пример, братья, припоясался полотенцем и умывал ученикам ноги. Вот какой пример Христос. Они рассуждают, кто из них больше. А Христос ноги умывает. Это смирение, братья. Или в отношении прислушиваться к советам написано, каждое утро Он пробуждает ухо мое. Для чего, братья? Чтоб я слушал подобно учащимся. Посмотрите, Христос о себе. Чтоб я слушал подобно учащимся. Да как же, ты же Бог, какой там учащийся. Чтоб я слушал подобно учащимся. Я помню, был руководителем молодежи, и мы карту повесили и апостола Павла путешествия. И как в школе, да, нужно выйти к доске, показать, там рассказать. Один брат говорит, вы что, меня за первоклассника считаете? Ну, к доске выходить, вроде того, там в школе. И не пошел. А Христос о себе чтоб я слушал подобно учащимся. За 12-летнего Иисуса, говорят, он учителей учил. Братья, он служил в храме, слушал. И насчет уступчивости, братья, как вы помните, можем найти примеры, чтобы Бог уступил человеку. Вот у царей медийских и персидских было, знаете, братья, как? Вот закон издал, и сам не может отменить. Вот у нас так иногда бывает, да? И сам не может отменить. И даже нужно было издать еще один закон, чтобы как-то там нейтрализовать, вот как Артаксерус. Написал, что иудеев истребить, Аману выдал, а теперь, я не могу отменить. Видит, Амана уже повесили, и все, я не могу отменить. Вот издадим другой закон, чтобы вы защищаться имели право. Или царь Дарий подписал в львиный ров. Понял, что это козни со стали. И пожалел, когда узнал, что Даниил молился, отменить не может. Братья, было ли такое, чтобы Бог уступил в чем-нибудь человек? Ну, например, отменил свое решение. Езекия, посмотрите, братья, вот приходит Исаия, и говорит, сделай завещание, ты умрешь. Он не говорит, что ты, возможно, умрешь, да? Ты умрешь. А Езекия начал плакать. Он не сказал, Господи, пройди, он просто плакал, говорит, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верным и с преданным тебе сердцем. А Бог говорит, еще 15 лет, да? Или вот за Лото, или за Неневью, посмотрите, Иона ходит и говорит, еще 40 дней и Неневья будет разрушена. А Бог отменил. То есть Бог имел способность уступить. И Бог отменил. Мы будем молиться, братья, я никогда не ожидал, что столько людей. Я думал, ну человек 70 соберется. У нас в совещании проходят такие конференции, ну 120, там 140 служителей соберется. Я не ожидал, что так много. Я понимаю, что кто-то и не рукоположный. Братья, всем нам это нужно. Независимо от пресс-витерта или руководителя молодежи, или руководящей группы, а у тебя всего три члена. Всем нам это нужно. Вот о чем мы сейчас прочитали. Потому что, братья, без этих положений Вавилония будет проникать в семью нашу, в Вавилонию, в церковь Вавилон может проникать. А наша задача на страже стоять. И не на страже тех завоеваний, которые братство только достигло, да, но в первую очередь на страже нашего сердца. если на страже сердца стоять не будем, но на страже тех рубежей, которые мы сегодня достигаем в церквах или в союзе и так дальше. Братья, у нас пробелы и там поэтому в первую очередь надо стоять на страже нашего сердца. Вот. И Бог будет действовать, и Бог будет благословлять. И дьявол, он будет постыжен и поражен. Места ему не будет. И пускай нас Господь благословит, поможет и продолжит нам еще в размышлении, вот о чем мы говорим, потому что наши рассмотрения, они ограничены, всего мы не можем сказать по причине даже и нашего ограничения. Бог поможет и благословит и продолжит работу Духа Святого в сердце нашем. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok